Моя проповедь рассчитана на людей, которые еще до конца не убедились, есть ли загробная жизнь, правда ли Христос воскрес из мертвых, и по многим еще очень важным вопросам есть сомнения и неуверенность. Ну, другими словами, те, которые еще не примирились с Богом. Вот такого направления будет моя проповедь. Я прочту короткую выдержку из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 12-13 стихи. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Вот такой образ мышления или такую логику предлагает нам апостол Павел. Он связывает весть о воскрешем Христе с воскресением всех людей. То есть, утверждает о существовании загробной жизни. Вы знаете, в народах есть сказки и фантастики. И говорят, что сказки и фантастики обычно открывают затаенное желание и стремление народа. Ну, допустим, вот почему-то в русских сказках есть Иванушка, который ездит и летает на печке. Есть те, которые по щучьему велению что-то хотят иметь. То есть, не работать, а что-то иметь. Это желание народа выражается. У других народов другие сказки. Как удачно поработал, хорошо заработал. Но я вот на что хотел обратить внимание. То есть и такие фантастики. Одному молодому пастушку, которому приходится от зари до зари заниматься своей работой пасти овец, рассказали вот такую фантастику. Что где-то, очень далеко, но мы не знаем дороги туда, есть страна, в которой люди не болеют, не стареют и никогда не умирают. И он захотел найти дорогу туда. Он мечтал, если только это правда, что есть где-то во Вселенной страна, где люди не стареют, значит, нужно туда попасть, пока я еще молодой. Чтобы никогда не постареть, чтобы всегда быть молодым. Если это правда, то нужно постараться, пока я не умер. Потому что, если я умру, ну и все тогда. А вот попасть бы в страну, где не умирают. И он стал спрашивать у людей, где найти или как найти дорогу в эту страну. Ну, ему кто-то сказал, может быть, когда солнце только восходит, и только-только поднимается за горизонт, а вот это направление к той стране. Потом солнце меняет направление, а вот по этому направлению, и поэтому этот пастух, когда выходил в поле, ожидая овец, чтобы потом пасти их весь день, он часто-часто смотрел в эту сторону, откуда солнце поднимается, потому что у него было желание попасть в страну, где не стареют и не умирают. Вот. Ну, это фантастика. Но она выражает желание народа, желание души человека. Хочется не стареть. Хочется не болеть. И хочется жить в той стране, где не умирают. Дорогие друзья, а ведь не только фантастика об этом говорит, об этом говорит Святая Библия. Есть страна. И в эту страну Иисус и приглашает нас. Да, нам придется умереть. Но после смерти мы переходим в иной мир. Называется Вечная Жизнь. А страна эта называется Царствие Небесное. И Господь приготовил эту страну. И даже те люди, которые достигли глубокой старости, им не нужно переживать. Они не старичками попадут в эту страну. Там будет жизнь в другом измерении. Трудно нам понять. Трудно объяснить. Потому что мы люди с очень узким, с узкой способностью мыслить. С узкой способностью. А кто думает, что нет, мы неограниченные способности имеем. Хочется напомнить одну мудрость, которую сказал выдающийся мудрец в истории человечества Сократ. Когда к нему пришел один современник, он уже при жизни своей считался мыслителем. И к нему современник пришел и говорит Сократ, вот в народе признать считать, что ты очень много знаешь. А я хочу посоревноваться с тобой. Мне кажется, что я больше знаю, чем ты. Сократ на него посмотрел молча, а потом говорит, нет, я больше знаю. Я знаю, что я ничего не знаю, а ты и этого не знаешь. Это тоже была мудрость. Когда он признавал, что очень мало знает. Это мудрость. Но я хочу вернуться к логике апостола Павла. Если о Христе проповедуем, что Он воскрес, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Здесь он подходит так. В принципе, посмотреть. В принципе, это возможно или невозможно? Что когда человек умер, а потом опять живет. Воскрес. Возможно это или невозможно? Ну, о воскресении Христа, если только тебе, дорогой друг, станет понятно, что правда Христос воскрес, по логике библейской, это значит основание, что в принципе есть воскресение. А если в принципе воскресение есть, то почему нам не верить Библии, что мы воскреснем? А как убедиться в том, что все-таки есть воскресение? Вот в послании римлянам апостол Павел сказал удивительное слово. Первая глава, 20 стих. Ибо невидимое Его, то есть идет речь о Боге, Бог невидим, и Божье могущество, невидимое для нас, можно найти вариант, как увидеть. Как раз об этом здесь идет речь. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых. То есть творение, природу, которую Бог сотворил, мы можем рассмотреть. Давайте присмотримся, и мы в этом увидим невидимую силу Божью. Ну как в природе увидеть воскресение? Мы у нас дома, ну нашей семьей, посадили три года назад молодой сад. Ну сейчас ему третий год. Восхищения нашему предела нет. Ну в прошлом году уже цвели молодые деревца, а в этом году цветут обильно. Еще несколько недель назад они стояли как мертвые. сухие деревья. Но только пригрело солнышко, прошли дождики, и какой красивый сад. Весь в цвете, цветки разноцветные, деревья ожили. Они принесут плод, осенью плод соберем, а потом наступит холода, листья спадут, и опять природа замирает. До следующей весны. И каждую весну природа напоминает нам, Бог так устроил жизнь, после замирания зимнего опять оживает все. Опять весна, и все оживает. Или посмотрите на зерно пшеничное. В Библии написано так, если пшеничное зерно, впавшее в землю, не умрет, оно плода не принесет. И для того, чтобы был колос и новое зерно, нужно умереть. Так Бог устроил, а природа нас учит. Так мы прочитали в послании к римлянам. Когда мы смотрим на природу, можем делать правильные выводы. Природа имеет способность оживать, воскресает, жизнь продолжается. Еще мы верим в воскресенье, потому что об этом сказано в Библии. А Библия имеет авторитет. И кто хотел убедиться, стоит ли верить Библии, те убедились. Тысячи доказательств, что Библия права. Я вспоминаю одну беседу Кэнда Хованда с атеисткой. Это был диспут публичный. Она атеистка, отрисающая существование Бога и загробной жизни. А он христианин, знающий Библию и знающий науку, потому что он ученый человек. Много там различной степени учености имеет. И вот собрали много-много студентов и идет состязание такое, диспут. Ну, она, эта женщина-теистка начала с того, что стала высмеивать Библию и христианство. Не доказывать, а просто высмеивать. Ну, а порядок такой, там выделяется определенное время. Это ее время, и перебивать ее никто не имеет права. И вот она в свое время все использовала, ну, на данном этапе, потом опять будет говорить, использовала для того, чтобы высмеивать Библию и христианство. Ну, а потом, когда наступило время для Кент Хованда, он говорит, я удивляюсь с атеистов, как они готовы больше верить тому или верить тому, что всю вселенную, премудро устроенную, в том числе и человека, создал мертвый камень, чем поверить в то, что создал разумный, живой Бог. Я этой логики понять не могу. Теперь она говорит, атеистка, а мы не говорим, что камень создал. Ну, хорошо, тогда объясните, откуда появилась вселенная. А Кент Хован говорит, а я же знал, что она сейчас начнет мне рассказать теорию эволюции, а я-то, говорит, наизусть знаю теорию. А потому, что других теорий не существует. Есть только одна альтернатива Библии. Библия говорит, первый стих Библии, вначале сотворил Бог небо и землю. И альтернатива этому только теория эволюции. И он говорит, я знал, что она будет говорить. И вот она начала. Миллионы, миллионы, миллиарды лет назад какой-то взрыв произошел во вселенной. И от этого взрыва осколки разлетелись по вселенной. Некоторые осколки так до сих пор еще и горячие. Это звезды. А некоторые осколки остыли. В том числе и наша земля. И потом много миллионов лет на этот остывший камень он перебивает. Подождите, подождите. Ну, она договорила, да. Лил дождь и светило солнце. Подождите, подождите. Куда лил дождь? На камень. О, стоп. А я никогда не думал, что мы правда верим, что камень жизнь дал. Лил дождь на камень и вдруг произошла жизнь. Так верить то, что мертвый камень дал жизнь способны. А поверить, что живой Бог дает жизнь не хотят. Какая логика безбожников? Удивительно. Итак, Библия ценна тем, что там, где говорит Библия, все просто и ясно. Почему просто? Не потому, что вселенная простая. Потому, что Бог ее нам написал. Просто, чтобы мы были способны понять. Поэтому она написана просто. Смотрите как. Вначале сотворил Бог небо и землю. А иначе как вы объясните появление вселенной, появление человечества? Если уж Библия права, то и нужно тогда верить в то, что есть вечность, есть воскресение. Ну, опять, воскресение все-таки поверить почему-то человеку трудно. Вы знаете почему? Потому, что это сверх понимания человека. Вот и все. А Бог-то больше нас, а Бог-то выше нас. И если бы Бог не мог перейти за наши возможности, а что это за Бог был бы? И поэтому Бога мерять собой нельзя. У Него возможности выше, больше. Он смог создать жизнь, Он может ее и вернуть, то есть воскресить. и это доступно, это возможно Богу. Кто-то говорит, нет-нет, в это я поверить не могу. Вот, допустим, тысячу лет назад умирали люди, их же уже нет, они зонили. Да, вот в Евангелии есть описано несколько случаев, когда Христос воскресил умерших. Я два случая напомню. Один случай, дочь Иаира. когда отец позвал Иисуса, дочь была больная, и он торопил Иисуса, чтобы быстрее прийти, потому что Иаир знал, что Иисус может исцелять больных. Ну, пока Иисус дошел, они только подходят, а ему сообщают начальнику синагоги, говорят, дочь умерла уже. Ну, Иисус всех выслал из комнаты, она еще тепленькая, вот только что умерла, еще теплая. И Господь воскрешает ее. Девица, тебе говорю, встань. И она встала. Этот случай описан в Евангелии. Второй случай, когда Он воскресил Лазаря. Иисус пришел на четвертые сутки, или через четыре дня, четверо суток прошло после смерти Лазаря. И когда сестры Лазаря привели Иисуса ко гробу, подошли к гробнице и говорят, уже смердит, уже четверо суток. Палестинское солнце, жара, четверо суток уже смердит. Как вы думаете, легче воскресить человека, который только умер, еще тепленький, или который уже четыре дня во гробе уже смердит. Кого легче воскресить? Абсолютно одинаково, да? Абсолютно. Для человека ни одно, ни другое невозможно. Я помню, ну это верующие знают, в Севастополе Виктор пресвитер Севастопольской церкви умер. И мне звонит жена его, плачет в трубку и говорит, Павел, Виктор умер. Как? А он мой ровесник. Как умер? Да, Павел, быстро помолитесь, он еще тепленький. Я говорю, Лиля, если умер, не фантазируй, пусть тепленький, он остынет сейчас. Если умер, все. Это Бог свое последнее слово о нем сказал. Уже никакая медицина, никакие профессора, никто не воскресит, никто не поднимет, если он уже умер. Если ты ошиблась, дело другое, потому что бывает человек без сознания, думает, что он умер. Нет, нет, говорит, только скорая помощь приезжала, сказали, все, сердце остановилось, умер. Все, не воскресишь. Никакой силы, никакой науки, ничего не хватит. И поэтому какая разница только что умершего воскресить или тысячу лет назад умершего воскресить, если в принципе Богу это подсильно, то ему разницы нет. И Библия говорит, все воскреснут. И я об этом прочту из Библии, как это событие будут совершаться. Книга Откровения, это последняя книга Библии, 20 стих. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, понаписанную в книгах сообразно с делами своими. тогда отдала море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Так будет. И свидетельство, и подтверждение тому, что будет это воскресение. Христос воскрес. Если бы в принципе воскресение было невозможно, и Христос бы не воскрес. И Павел как раз об этом говорит. Если Христос воскрес, значит, и мы все воскреснем. Итак, будет два воскресения. Одним воскреснут для вечной жизни в той стране, где они стареют и не умирают. Царствие Небесного. А второе воскресение, которое мы прочитали, и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Дорогой друг, вопрос, если воскресение весьма важный. Если ты не уточнишь, это не избавит тебя от воскресения. Одна женщина-атеистка всю жизнь работала лектором атеизма, доказывала, что нет Бога, а теперь настало время ей умирать. Ей уже врачи сказали, что никто тебе не поможет, и минуты твоей жизни сочтены, делай завещание дому своему, ты умираешь. И она в такой агонии, в панике, говорит, я всю жизнь отрицала воскресение, я всю жизнь отрицала загробную жизнь, а вдруг будет воскресение. Поэтому я оставляю завещание, когда меня похороните, могилу моей толстым слоем бетона, армированного бетона залейте, чтобы когда, если будет воскресение, чтобы я не воскресла. Ее завещание выполнили. Хотя, хотя, если ты атеистка, зачем это делать? Ты же отрицаешь, значит, все-таки оставляешь хоть один процент, а вдруг правда? И забетонировали ее могилу. Ну, знаете, как случилось? Удивительно. Когда закапывали, туда в могилу попал желудь. И когда молоденький дубок стал расти, поднял плиту бетонную, и бетон лопнул. И в трещинку бетона пробился маленький, хрупкий вот росточек будущего дуба, если уж дуб разорвал бетон, то всемогущий Бог не удержит никакой бетон, никакая арматура. Будет воскресенье. А один безбожник так сказал, доказывал, доказывал, что нет воскресенья, а потом говорит, если нет Бога, то слава Богу, а если Бог есть, не дай Бог. Это теория атеистов, безбожников. А мы хотим сказать, слава Богу, есть воскресенье, и мы воскреснем, и будем жить в Царстве Его. И теперь несколько слов я хочу сказать, а как сделать, или что сделать, чтобы войти в Царствие Небесное, чтобы, когда заканчивая жизнь, не плакать в отчаянии, в безнадежности, а чтобы спокойно перейти в потусторонний мир, где ожидает нас Спаситель, который прежде нас воскрес, и теперь в Царстве ожидает нас. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, сказано так, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, ибо мы верим, что умершие во Христе воскреснут вместе с Ним. Мы в это верим. 1 послание Иоанна 5 глава 12 стихе сказано так, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Дорогой друг, для того, чтобы воскреснуть для вечной жизни, нужно иметь Сына Божия в сердце своем. Еще хочу отметить ошибочное понятие, что после смерти можно решить вопрос спасения человека. Я помню, однажды приехал в одну семью, дети, уже взрослые дети, покаялись и стали верующими. А мама их, пожилая, старенькая уже, не по-библейски верует, а так как из поколения в поколение передавалось, и она говорит, когда я умру, вы обязательно сделайте поминки обо мне, чтобы ввести меня в Царство Небесное. Они говорят, мама, это теперь не нужно, мы теперь истину познали, нужно Иисуса принять, пока живешь. Она плачет, и вот я когда приехал, она позвала меня, ей сказали, служитель приехал, она позвала меня, говорит, вы служитель? Да, она, знаете, уже почти не встает, вот-вот умирать будет, она говорит, я знаю, что мои дни сочтены, я вас прошу, я вас ради Бога прошу, побеседуйте с моими детьми, чтобы они обязательно поминки сделали, я же иду в потусторонний мир, кто обо мне позаботиться, а дети сказали, не будем делать. Я ей тоже пытался объяснить, бесполезно, может быть, по старости уже она не может сообразить, а может быть, так вот, потому что настолько глубоко это приняло, и она в такой тоске, мои родные дети не хотят позаботиться, чтобы перевести меня в Царство Небесное. Дорогие друзья, в Библии сказано так, Матфея 16, 19, «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах». Там, в потустороннем мире, уже не решаются вопросы, они решаются здесь. Что вы свяжете на земле? То есть, Иисуса принять нужно здесь, на земле, чтобы ты воскресший жил в Царстве Небесном. И последнее выражение Иисуса Христа, напомню, Евангелие Луки 13, 3, Господь так сказал, «Если не покаетесь, погибнете». Покаяться человек может пока на земле, пока человек жив, доколе есть надежда. И поэтому, дорогой друг, воскресение есть. Свидетельство этому Христос воскрес. И все, кто принял Иисуса, радуются этой вести. Мы поздравляем друг друга, мы радуемся. А кто не принял Господа, радоваться-то нечему. Воскреснет для того, чтобы быть вверженным в озеро Огненное, да это же страшная участь. Конечно, для таких людей Пасха не праздник. Итак, если в нашем собрании есть тот, который еще не примирился с Господом, сегодня тебе нужно сделать этот шаг. Так просто, в нескольких словах совершить молитву покаяния. Господь сказал, «Если не покаетесь, погибнете». Господь всегда правильно говорит. И мы сделаем сейчас призыв к покаянию. Сделаем это общим пением. Регента предложат псалом для пения. И мы споем призывной псалом. И если кто желает решить вопрос своего спасения, покаяться, принять верою Иисуса, и Господь запишет имя твое в книгу жизни, сегодня же, так сказано в Библии, и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненная. Может быть, ты когда-то и раньше и каялся, но утратил свое покаяние, Господа потерял, оставил его, тебе опять можно возобновить. Как и дерево весной оживает, и Библия говорит, «Разве упавшие не встают?» И встать может только тоже покаянием. Итак, тебя зовет Господь, Он хочет подарить тебе прощение грехов, оправдание и жизнь вечную, и ты воскреснешь со всеми святыми для жизни в Царстве Его. Но для этого нужно тебе сделать решительный шаг и совершить